Добрый день, мои дорогие зрители и гости канала. С вами Даша Мулярова, на моём канале «Жизнь без дублей». Сегодня хочу вам прочитать один из моих новых рассказов. Рассказ называется «Мама», и я просто уверена, что он затронет струны души каждого. И до того, как мы начнём прослушивание, хочу с вами поделиться радостью. В издательство «Эксмо» выходит моя книга. На данный момент книга уже отправилась в типографию. И есть ссылка для предзаказа, который вы можете разместить на различных ресурсах, и на озоне, и в читай-городе. Все ссылочки дам в описании к этому видео. Торопитесь, если вы ждали мою книгу. Если вы не знали о ней, то можете перейти, посмотреть, прочитать аннотацию. И пока тираж находится в типографии, можно оформить предварительный заказ по более выгодной цене. Книга совсем недорогая, сразу предупреждаю. Я думаю, что доступная каждому. Но сэкономить всегда приятно. А самое главное – успеть купить тираж. Спасибо вам огромное за поддержку, за вашу любовь, за ваши добрые слова, которые в том числе вдохновили меня на написание эту книгу. Книгу с историями людей. И это выдуманные истории, сразу говорю, которые родились во мне в результате того жизненного опыта, который я приобрела, того жизненного опыта, с которым вы со мной делитесь. И это, так скажем, просто, а не просто. Ну, а теперь давайте послушаем рассказ. Всем добрый день! Я Таша Муля, приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу вам прочитать небольшой рассказ, зарисовку, которую я недавно написала. Недавно мама призналась мне, что уже несколько лет ведет дневник. Записывает туда значимые события, случившиеся в течение дня, месяца или года. Ну, например, когда высадила рассаду, съездила в гости к кому-то, что приготовила на стол на день рождения в этом году, с увлечением рассказывала, Как интересно перечитать, что было в этот же день, но год назад. Какая была погода, настроение, сколько банок огурчиков закатали на даче. Со временем события прошедших дней стираются из нашей памяти, уступая место текущему моменту. Остаются лишь самые яркие из них. Сколько вы помните из того, что было с вами в этот самый день год назад? А два года? А десять лет? Со мной такая же история. Очень мало помню свое детство. Есть какие-то яркие моменты, которые впечатались в память. Большой детский мир на Лубянке. Мы с мамой выходим из метро. Выход так близко от здания, что приходится задирать голову, чтобы разглядеть вывеску. В витринах, словно зрители, на спектакле сидят игрушки и разглядывают нас с мамой. Мне с утра завязали новые бантики. Я то и дело кручу головой, чтобы их все замечали. В отражении витрины вижу красивую женщину в платочке с маленькой девочкой, идущей рядом в белых лаковых туфельках с черными мазками. Сентябрь. Через пару дней у меня день рождения. Семь лет. Наташа, сегодня поедем в детский мир покупать тебе подарок на день рождения. Ура! Подарок! Детский мир! Это тот, где мороженое в хрустящих стаканчиках. В большой детский мир! На Держинскую! Спрашиваю я с волнением. Мне нравится ехать на метро, идти с мамой по городу и гордиться. Пусть все видят, какая красивая у меня мама. Еще один детский мир недалеко от нашего дома, на Краснобогатырской улице. Но там нет мороженого. Там мало игрушек, и туда нужно ехать на трамвае. Да, как раз туда и поедем, отвечает мама, создавая на моей голове забавные хвостики с новыми бантами. Купим тебе новое пальто. Пальто? Удивленно спрашиваю я. Полет моей фантазии о возможном подарке прерывается, словно взлетев и рухнув вниз. Какое еще пальто? Ну ты же в школу пошла. Выросла за лето. Тебе нужно купить красивое новое пальто на осень. Там такие есть. Мне тетя Тамара рассказала. Она там своей дочке купила. И мы с тобой посмотрим. Мы идем по этажам этого огромного магазина детских надежд и радостей. Проходя по второму этажу, уговариваю маму свернуть в отдел игрушек. Ну пожалуйста, я только посмотрю и пойдем пальто выбирать. Хорошо, улыбается мама. Давай зайдем. Только чур ничего не клянчить. У нас денег только на пальто. И оно тебе нужнее всего сейчас. Радостно бегу впереди нее. Да, конечно, я не буду ничего просить. Я только посмотрю. Вот куклы. Выстроились в ряд и смотрят на меня своими огромными глазищами. Среди них есть пупсы с голыми животиками. А есть красотки в туфлях с прическами и бальными платьями. Пупсы словно просят меня завернуть их в одеялко. Холодно стоять голышом среди красавиц. Машинки на все вкусы. Но они точно мне не нужны. Я спешу в отдел мягких игрушек. А вот и он. Сколько ж тут всего. Зайки, пушистики, оленята, разноцветный плюшевый попугай, черепаха тортила. Плюшевый братин смешной такой. И мы сделали меховой нос, в глазах читая его недоумение от такой несправедливости. Недавно в школе нам читали рассказ про детский приют. О детках, у которых нет мам и пап. И они всегда живут в детском садике. Игрушки на полках напоминают мне этих малышей. Хочется забрать с собой всех и поделиться теплом нашего дома. Надыхаю. Меня ждет пальто. В этот момент я вижу, что кто-то с длинными ушами и ногами смотрит на меня из-за вон той черепахи. Подхожу ближе к полке. Мама, а кто это? Можно я посмотрю? Продавщица передает мне большую, почти с меня ростом плюшевую собаку. Мама, это же Пиф! У меня была пластинка и книжка с картинками про приключения Пифа. Доброй собаки, любимца всех детей. Как же это может быть? Держу в руках настоящего Пифа. Какой он добрый, улыбается мне. Нос смешной, глаза добрые. Уши лупушки свисают. Все как в книжке. Скажите, пожалуйста, сколько стоит собака? Спрашивает мама. Продавец называет стоимость. Мама просит меня отдать ему игрушку и зовет идти за пальто. Наташенька, это очень дорого. Как раз столько, сколько стоит пальто. Давай в другой раз. Мы перемерили около 10 или 15 разных пальто. Некоторые мне даже понравились. Все это было как в тумане. Я машинально отвечала маме, послушно поворачивала, спросовывала руки в рукава, застегивала пуговицы. Меня больше не радовали бантики, мое отражение в зеркале. Старалась не огорчить маму. Да, это хорошее. Да, давай это купим. Отвечала я ей, а мысленно говорила с Пифом. Мы тебя обязательно возьмем. Я тебе обещаю. Подожди меня чуть-чуть. Я уговорю маму. Мы выбрали пальто. Оно и правда красивое. Темно-синее, из плотной ткани, на подкладке, с отложным воротничком и блестящими пуговицами. Мама взяла меня за руку. Во второй руке, торжественное, несет пальто на кассу. Смотри, какое красивое и теплое. Вот нам повезло. И по цене подходит. Сейчас оплатим и пойдем за мороженым. Мама выписала чек у продавца. Пальто стали заворачивать в серую хрусткую бумагу и перевязывать бечевкой, чтобы не убежала. В кассу была небольшая очередь. Кассир важно восседала в своей стеклянной будке, с умным видом постукивая по клавишам кассы, отчего ящичек с деньгами выдвигался, как в цирке у фокусника, открывая всем свои внутренности с разноцветными бумажками. Мы стояли третьими в очереди за папой с большим мальчиком. Я держала маму за руку. Рука у нее теплая и чуть влажная. Она переволновалась, пока мы выбирали пальто. Вдруг не сможем купить и буду я голая в школу ходить. Наташа, почему ты такая грустная? Тебе не нравится пальто? Слезы предательски выступили на моих глазах. Изо всех сил стараюсь их сдержать, чтобы не расстроить маму. Она так хотела для меня пальто. Что случилось? Почему ты плачешь? Ну давай другое выберем, если тебе это не нравится. Слезы прорвались наружу, больше не подбластные моей воле. Я хочу пифа, прошептала я сквозь слезы. Пифа? Ту собаку? Тебе так нужно? Мама стала вытирать мне слезы своим платком, пахнущим ею духами клема. Сил отвечать не было. Я только кивала в ответ, сглатывая слезы и стараясь улыбнуться. Взят меня покрепче за руку. Она развернулась, и мы пошли прочь от кассы и большого мальчика с папой. Уходим? Ну вот, расстроила маму своими слезами. Ей так нравилось пальто. Думала я, сдерживая слезы и стараясь не отставать от быстрых и уверенных маминых шагов. Вместо выхода мы направились в отдел игрушек. Мама тогда на все деньги, что у нее были, купила мне пифа. А пальто через месяц сшила сама. Пиф был моей самой любимой игрушкой долгие годы. Он пережил всех кукол, мои другие увлечения и игры. Со временем его отвезли на дачу. Каждый раз, когда я приезжала туда к бабушке, обнимала свою любимую добрую собаку и вспоминала маму, детский мир и пальто. Со временем он весь износился и местами порвался. А воспоминания и тепло моего детства остались со мною. У меня сейчас нет дневника. Я сочиняю заметки для соцсетей, снимаю свои маленькие длинные фильмы и пишу вторую книгу. Все это помогает мне не забыть и не упустить моменты жизни, увековечить их в памяти, как сегодняшнюю историю про мою маму и пифа. Ваша Таша Муляр, 21 мая 2023 года. Большое спасибо, что уделили время и послушали мой рассказ. Если вам он откликнулся в душе, напишите, пожалуйста, это в комментариях. Может быть, у вас есть какие-то ваши истории с вашими мамами, папами, игрушками, детством. Буду с удовольствием читать то, чем вы со мной, в свою очередь, поделитесь. Ну и напоминаю вам о том, что в описании к этому видео есть ссылка на предзаказ моей книги, которая называется «Любовь без дублей». До новых встреч на канале и на страницах книги. Ваш Таша Муляр. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»